Очевидно, что главной темой международной политики по состоянию на вчера стал визит Си Цзиньпина в США. Это заслуживает отдельного внимания. То, как подавали это событие в украинских СМИ, вызвало уже спортивный интерес. Итак, большая часть материалов выдана в стиле «ни до чего конкретного договориться не удалось». Ну а часть деятелей пошла дальше и написала о том, что президент Байден оскорбил Си, назвав его диктатором. Наверное, все имели возможность прочесть нечто подобное. Ну а самые упоротые или проплаченные деятели погрузились в свои бредовые фантазии, развивая тему, что это значит для Украины. Скажу честно, понимая, что и как делают эти персонажи, можно было бы ухахатываться часами, если бы не война и не тот непосредственный вред, который они несут своими текстами и речами. Мы же несколько расширим то, что планировали писать изначально, снабдив изложения необходимыми отступлениями. Начнем с того, как вообще выглядит это событие с точки зрения дипломатических полутонов и намеков. Изначально следует учитывать формат, кто и куда едет. Си может спокойно поехать в какие-то третьи страны или свои колонии, наподобие России, но вот когда дело касается США, которое Пекин считает примерно в одной весовой категории с собой, другое дело. В таком случае имеется три варианта. Первый. Встреча происходит на нейтральной территории в рамках какого-то крупного саммита. Второй. Президент едет в Китай. И третий. Председатель КПК едет в США. Здесь не нужно быть крупным специалистом в дипломатическом этикете, чтобы понимать, кому именно эта встреча была нужней. Да, это не был формат официального визита для ведения двусторонних переговоров, а саммит глав стран Тихоокеанского региона, который в очередной раз проходил на территории США в Сан-Франциско. И это важный момент. Ведь пару месяцев назад на таком же по значению саммите Си ожидали в Саудовской Аравии, но он его проигнорировал, а тут прибыл лично, причем его присутствие было анонсировано заблаговременно. И уже сам факт такого анонса говорит о том, что он стал результатом каких-то интенсивных и достаточно плодотворных переговоров, которые не афишировались обеими сторонами. То, что несмотря на явный кризис между США и Китаем, Си лично приехал в Штаты, говорит о том, что по каким-то ключевым вопросам наметилось взаимопонимание. Идем дальше. Когда речь идет об официальном визите, где обсуждаются двусторонние отношения, то такого рода визиты происходят в тот момент, когда соответствующие службы глав государств уже согласовали вопросы по каким-то конкретным соглашениям, и главы государств их либо уже просто подписывают в торжественной обстановке, либо имеется два варианта документа, и лидеры государств во время очной встречи уже окончательно решают, какой из них они готовы подписать. То есть уже проделана огромная работа и есть понимание того, что какие-то вопросы следует урегулировать формальным образом, и на момент встречи все разногласия либо сняты, либо остался какой-то один вопрос, который лежит в компетенции только первых лиц, и часто он имеет какую-то личную окраску. И вот если в таком случае ничего не было подписано, во время такого рода визита это действительно какой-то серьезный сбой, который может привести к серьезному осложнению двусторонних отношений. Но в данном случае такого формата не было и близко, и де-факто. Стороны обсуждают совсем другую повестку. Проще говоря, переговоры Байдена и Си происходили на фоне общего саммита. Если бы они вообще не состоялись, то и это не стало бы особой проблемой, поскольку было бы сказано, что в ходе заседания всех присутствующих глав государств произошел обмен мнениями по актуальным вопросам современности и все. Личные переговоры – опция к саммиту, а это значит, что никаких решений и тем более подписания чего-то там даже не планировалось. И потому, когда читаешь опус очередного эксперта о том, что конкретных договоренностей достигнуть не удалось, то просто становится вопрос о том, с какой планеты прилетел такой квалифицированный журналист. Суть этой встречи была в том, чтобы прямо и лично пройтись по тем ключевым вопросам, которые создают проблемы обеим странам. При этом всем понятно, что и в аппарате Си, и в администрации Белого дома имеются группы влияния, которые принято называть «голубями» и «ястребами». Поэтому те движения, которые делают обе стороны, как раз и обусловлены тем, что одна из групп оказалась более убедительной для первого лица. А в таком формате общения многие вещи можно выяснить без противоборства своих помощников. Другое дело, что такое личное общение именно в данном формате давно не проводилось и потому результат не будет очевиден по определению. Эти переговоры не должны были формализоваться в подписании какого-то документа или в публичные заявления. Когда пишут о том, что не удалось, то возникает вопрос о том, что же именно не удалось. Или еще проще, чего ожидали от этой встречи и что не произошло. На самом деле, все прошло так, как и планировалось. Более того, встреча состоялась на территории США, а за месяц до нее Си зачистил поляну у себя дома. Своих должностей лишились министр обороны, иностранных дел, экономики, ряд других чиновников такого ранга и целая куча их заместителей. Уже одно только это можно считать определенным результатом. Ну и теперь о том, что Байден оскорбил Си, назвав его диктатором. Наверное, об этом спотыкались все, кто погружался в эту тему. И наверняка заметил, что определение «оскорбил» и все, что из этого вытекает, никак не следует из заявления официального Пекина. И даже китайская пресса без особого интереса отнеслась к этому эпизоду, зато от этого возбудилась прослойка журналистов, которых это вообще не должно касаться. А мы приведем цитату того, что сказал Байден согласно изданию «Хилл». При этом он не просто это сказал, а ответил журналисту на пресс-конференции по итогам саммита. Тот его спросил о том, продолжает ли Байден считать Си диктатором. И президент ответил так. «Слушай, это так. Он диктатор. В том смысле, что он парень, который управляет страной, которая является коммунистической страной, основанной на форме правления, совершенно отличной от нашей». Не правда ли? Это имеет уже совсем другой вид. То есть Байден объяснил, что коммунистическая форма правления в стране, где запрещены любые другие партии, уже по определению считаются диктатурой. А поскольку Си возглавляет и партию, и государство, он и есть диктатор. Но наши писаки уже насыпали своего перцу и рассказывает о том, что Байден оскорбил Си, потому что не удалось достичь договоренностей. Иногда кажется, что вместо того, чтобы читать эти записки сумасшедшего, проще пойти в зоопарк и посмотреть на шимпанзе. В этой альтернативе смысла будет больше и нервы сохранятся. Но всем, кто дошел до этого места, мы предлагаем посмотреть на то, как на самом деле выглядело общение Байдена и Си. Посмотреть и потом вернуться к тому, что нарисовали эти писаки. Итак, у Китая наступили крайне сложные времена, и сейчас он начал получать обратку именно по тем направлениям, которые сам планировал использовать как оружие, а именно манипулировать цепочками поставок. Теория оказалась беспроигрышной, но по факту она показала и свои слабые стороны, которые не были очевидны. Так его собственный вассал, российская Московия, продемонстрировала, что в общем рыночная экономика является собой более гибкую и динамичную систему, нежели это казалось изначально. Итогом путинской газовой войны стала потеря самого богатого рынка газа в мире и фактическую потерю не просто доминирующего положения на рынке, но даже независимости в торговле. Пекин вьет веревки из Москвы просто как хочет, и то же самое делает Индия и Турция. А это примерный прообраз того, как может все обернуться для Китая. Используй он такой инструмент уже в своих целях. Ему понятно, что ЕС и США понесут убытки, но перестроятся и обойдутся без Китая. И какие итоговые потери вывалятся для Пекина – большой вопрос. Ведь в конце всех цепочек поставок находится конечный платежеспособный потребитель, и Китай его может легко потерять. А для экспортно-ориентированной экономики – это суицид. Оказалось, что Штаты тоже могут активно играть на цепочках поставок, но плюс к тому, именно они обладают самым емким рынком в мире, и их игра на цепочках может оказаться куда более эффективной. Даже легкая увертюра в исполнении США уже вызвала очень тревожные процессы внутри Китая. Плюс к этому, в Пекине увидели, что Штаты не зря предпринимают усилия для того, чтобы мир не сполз в хаос. И Китаю он тоже не очень-то и нужен. И в общем, уже только осознание этого создает предпосылки для конструктивного диалога. И вот целью этого визита как раз и являлось восстановление именно диалога. Насколько можно понять, это как раз удалось в ходе этого визита. Как именно, публика вряд ли когда-либо узнает. Зато мы можем судить о тональности переговоров по некоторым деталям, которые нашей прессе совсем не интересны. В частности, президент Байден показал Си свой айфон, в котором предложил узнать парня на фото. Вот эта фотография. На ней изображен сам Си в этом самом городе Сан-Франциско, но это было в 1985 году. Очевидно, что Си узнал фото и сказал Байдену, «О, да, это было 38 лет назад». То есть это была очень личная и, скорее всего, откровенная встреча, где можно было прямо обсуждать вопросы, которые важны для Си даже больше, чем для Байдена. И Джо показал Си, что бычиться нет смысла, поскольку ты хоть уже и постаревший, но все тот же Си, который был в восторге от штатов. А дело было так. В 1985 году 31-летний Си Цзиньпин был направлен правительством Китая в Соединенные Штаты в составе делегации из пяти человек. Все они были из китайской провинции Хэбэй, а целью визита было изучение опыта деятельности американских ферм. В ходе этого визита какое-то время он был в Сан-Франциско, где была сделана фотография на фоне моста «Золотые ворота». Но большую часть времени Си провел в сельскохозяйственном штате Айова, где какое-то время жил в небольшом городке Маскотин, который стоит на берегу Миссисипи. Кроме, собственно, ознакомления с опытом, который применяют местные фермеры, при выращивании сельскохозяйственной продукции делегация еще имела и культурную программу. Их приглашали на вечеринки, дни рождения, даже несколько банкетов, которые были устроены в их честь местными жителями. Какое-то время Си жил в доме Сары Ланде, и она вспоминала о Си как об очень приятном и обходительном молодом человеке, которого она разместила в комнате своего сына. Си Цзиньпин и Джеральд Пауэлл, тогдашний мэр Маскотина в 1985 году. Спустя много лет, когда Си прибыл в США, уже в своем нынешнем качестве, и несмотря на плотный график, он все же предусмотрел визит в Айову, где снова побывал в том доме, где он жил много лет назад. Там собрались все те, с кем общался Си во время своей первой поездки в Штаты, и провел с ними час, где они душевно и радостно общались друг с другом. Вот такой контекст следует учитывать по поводу той самой старой фотографии, показанной Байденом Си. Но это еще не все. Умница Байден в прекрасном стиле обыграл то, что у него самого и у жены Си день рождения выпадают на одну и ту же дату, и потому передал ей через Си свои поздравления. На что Си признался Байдену в том, что из-за загруженности работой он забывает о дне рождения жены и что не ожидал от Байдена, что тот помнит, когда у нее этот день. Вот примерно в таком ключе происходили эти переговоры. Плюс к тому, Байден и Си пошли в парк на прогулку и беседовали просто с глазу на глаз. В итоге стороны отметили, что разногласия и спорные моменты, которые возникают между ними, в частности по вопросу Тайваня, не должны стать поводом для полной конфронтации. В связи с этим стороны договорились восстановить контакты на уровне военного, дипломатического и других ключевых ведомств. Было установлено, что целый ряд вопросов можно решать в рабочем порядке, и если возникают какие-то острые моменты, то это совсем не означает, что одна из сторон готовится предпринять какие-то конфронтационные меры. Стороны согласились, что не собираются вмешиваться во внутренние дела друг друга и принимают партнера таким, какой он есть, но с безусловным учетом собственных интересов. То есть главным итогом было разблокирование рабочих отношений, и насколько можно понять, именно эта цель и ставилась изначально, что и было достигнуто. А теперь можно еще раз почитать о том, как Байден оскорбил Си и как никаких результатов достичь не удалось, а потом сравнить, что там было на самом деле. Байден оскорбил Си